Огромные свалки и полигоны бытовых отходов, загрязнения окружающей среды. Это последствия деятельности человека. Но в то же время все хотят жить в экологически чистом городе. Что для этого нужно? Все невероятно просто. Каждый должен начать сортировать мусор, который выбрасывает. В таком случае на помощь приходят контейнеры для раздельного сбора. Разобраться и запомнить принцип действия такого же лично-коммунального цитофора несложно. Зеленый контейнер для бумаги, синий для стекла, ну а желтый остается для пластика. Бутылки и бумага. Минуя полигон сразу попадают на сортировочную линию. Спецавтопредприятие. Зона ответственности Бобруйск и район. Только за прошлый год организация избавила город от 500 тысяч тонн мусора. 50 тысяч из которых производит население. В помощь сотрудникам предприятия машины. Одни возят смешанные отходы, другие – в торсырье. Объемы вторичных материальных ресурсов, то есть выбор вторичных материальных ресурсов по сравнению с прошлыми годами, дает результат. Хочу сказать, что за 2019 год доведенные планы нашим предприятием выполнены. На 2020 год установлен объем сбора макулатуры 2500 тонн, стекла – 1500 тонн. В контейнеры для пластика, бумаги и стекла попадают абсолютно разные отходы. Именно по этой причине спецтранспорт действительно может вывозить содержимое раздельных контейнеров вместе. Впрочем, затем весь мусор отправляется на дополнительную сортировку. Полигон Бабина в одноименной деревне Бобруйского района. Сюда поступают твердые коммунальные отходы со всего города. За сутки рабочие перерабатывают 42 тонны мусора, извлекая из него стекло, бумагу, пэт-бутылки. Или, проще говоря, пригодные для второй жизни ресурсы. Линия работает по 11 часов каждый день, без выходных и в любую погоду. Это делается для того, чтобы наш город был экологически чистый и также приносил прибыль для наших жителей, для города. Как вы уже поняли, за всем этим стоит экономика. Сотраты на переработку гораздо ниже, чем на новое производство. А главное – сохранение природных ресурсов. Но самый первоначальный этап бережливости финансов, личных и государственных – правильная сортировка отходов. А значит, только все вместе мы сможем сделать богаче и чище наш город. Максим Кембель, Андрей Богдан, Бобруйск, 360.